Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой авиационный канал YouTube. И сегодня на очереди очередной срыв одеяла с окутанной подозрительными тайнами профессии пилот гражданской авиации. Как я уже говорил в прошлых ликбезах, многие вопросы, которые я получаю в комментариях, повторяются. Я уже дал ответы на некоторые из них, эти ответы вы можете найти в моем плейлисте ликбеза. А сегодня мы поговорим о глазах пилотов. Вопрошающих интересует, почему глаза пилота, большую часть захода на посадку, направлены на приборы. И лишь перед самой полосой он, пилот, начинает нехотя поглядывать на полосу. Ну, ребята, а что мы там, собственно говоря, за окном не видели? А если говорить серьезно, то ответ можно растянуть на положенные несколько минут видео. Поехали! Пилоты больших пассажирских самолетов выполняют, как правило, приборные полеты, даже если видимость, как говорится, миллион на миллион. Во имя вашей, дорогие мои пассажиры безопасности, большие боссы требуют от нас при выполнении такого ответственного этапа, как посадка, соблюдение определенных и, поверьте, очень узких ограничений. По поступательной приборной скорости полета, по вертикальной скорости снижения, по различным отклонениям от профиля захода на посадку, например, по курсу, по глиссаде, по месту приземления самолета на полосе и так далее. Наша задача попасть многотонным неуклюжим самолетом в эти рамки и удержаться в них, несмотря на плохую погоду или, наоборот, несмотря на отличную, которая так и соблазняет поглазеть по сторонам. Давай пошалим сейчас, а? Шалить нельзя. Увы, наша профессия довольно скучная. Ее можно представить в виде весьма узкой дороги, в пределах которой можно проявлять творчество и совсем узеньких обочин, на которые можно заезжать, если вдруг что-то пошло не так, то есть нестандарт. Ну, а если съехал или слетел в кювет, то нет, катастрофа совершенно не обязательно и в этом случае, так как даже здесь правила устанавливают очень большие запасы. Но вот то, что тебя, пилота, вызовут на ковер и мягко спросят, мол, зачем ты так нехорошо поступил, редиска, случится с вероятностью как минимум 146%. Поэтому проще летать точно, нежели потом объясняться. Вот это как раз таки и достигается с помощью выдерживания параметров полета по приборам. Так получается гораздо точнее, чем на глаз. А точнее, значит безопаснее. Забегая чуть вперед, замечу, что не всегда нам достаются аэродромы, где возможен гарантированный точный вывод самолета на полосу современными системами. В мире все еще хватает полос, не оборудованных системами точного захода на посадку. Но в таких случаях и погодные условия, при которых пилоту разрешается выполнение захода, устанавливаются более щадящими, чем, например, при заходе по точной системе ИЛС. К примеру, при заходе по системе точного захода на посадку ИЛС в аэропорту Домодедово минимальные погодные условия для моего допуска на Boeing 737 – это видимость на полосе 175 метров и высота принятия решения, или ВПР, 15 метров. Замечу, что такие условия допускаются лишь при использовании автоматического режима приземления, возможность которого может быть тоже ограничена, несмотря на святую веру некоторых домохозяев, то, что все пилоты сегодня, операторы и полеты всегда выполняются автопилотом. И за что нам платят деньги – непонятно. Если же я выполняю заход на посадку по ИЛС в ручном режиме, то на моем Boeing 737 допускаются следующие условия. Высота принятия решения – 30 метров и видимость на полосе – 300. Правда, многие авиакомпании мира, моя тоже не исключение, устанавливают свои ограничения, такие как обязательное использование автоматического приземления, если условия на посадке хуже, чем минимум по категории 1. То есть, хуже, чем ВПР – 60 метров и видимость на полосе – 550. Почему? Все просто. Когда скорость самолета 250-300 км в час, а вертикальная скорость снижения 4-5 метров в секунду, то в такую плохую видимость посадку лучше доверить автоматике и неусыпно при этом за ней следить, будучи готовым к тому, что и автоматика может ошибиться. То есть, и даже в этом случае особо по сторонам не поглазеть. Ну, в общем-то, и погода этому не способствует тоже. При заходе по процедуре RNP в Катманду, окруженном со всех сторон горами, минимально допустимая видимость – 1100 метров, а высота принятия решения – 300 футов, ну, или 91 метр. Это очень красивый заход, он выполняется по плавной дуге, снижении, между горами, там действительно есть на что поглазеть, но даже здесь лучше смотреть в основном в приборы. Даже если эту дугу описывает автопилот. Мало ли чего, мы отвечаем за вашу безопасность. Есть такие аэропорты, где использование автоматического режима приземления в принципе невозможно. Либо из-за отсутствия соответствующего оборудования, то есть системы посадки, либо из-за специфики. Система посадки есть, но слишком большой угол, установленный для предпосадочной прямой, я имею в виду угол глиссады, из-за гор, например, не позволяет применить автопосадку. Например, ограничение по наклону глиссады для автоматического приземления на моем Boeing 737 составляет от 2,5 до 3,25 градуса. Вне этих значений использование режима автоматического приземления запрещено. То есть в аэропорту Олан-Удэ, в Иркутске, ну или в Чите выполнить автопосадку нельзя, хоть там и установлена точная система ИЛС. Кроме того, автопосадка имеет ограничения по предельному ветру, которые хуже, чем у пилотов людей. Например, мне и моим коллегам на Boeing 737-CNG или Boeing 737-MAX дозволяется выполнение посадки при боковом ветре 33 узла или 16,5 метров в секунду. Такое ограничение консервативно установила моя авиакомпания, хотя оно может быть даже выше. В книжках Boeing можно встретить цифру 40 узлов, что чуть больше 20 метров в секунду, но вот для автопилота ограничением является всего лишь 25 узлов или 12,5 метров в секунду. По встречному ветру у пилотов людей ограничения на Boeing 737 нет, а для автоматического пилота ограничения 20 узлов 10 метров в секунду. Вот как-то вот так. Несмотря на огромное желание быть оператором и зарабатывать деньги, ничего не делая, приходится таки что-то делать и быть пилотом. Как я уже говорил, вредная погода постоянно стремится увести лайнер от нормального профиля. Сильный порыв бокового ветра может смениться на не менее сильный попутный, ну а потом последовать штиль. Все это не только вызывает болтанку, которую так любят наши пассажиры, но и бросает тяжелый самолет, разнообразно, безобразно, вводит с курса, вводит с глиссады, гоняет вертикальную и приборную скорость. То есть всячески пытается скинуть наш самолет в вышеупомянутый кювет на радость летным начальникам и прокурорам. Вот и приходится пилоту превентивно защищать свою пятую точку, важный инструмент пилотирования от наказания, то есть вовремя заметить развивающееся отклонение и его исправить. Таким образом мы обеспечиваем и вашу, и нашу безопасность. Чем неспокойнее атмосфера, тем больше концентрации внимания на параметрах полета, имею ввиду на приборах. Если же погода расслабленная, то есть штиль, видимость миллион на миллион, ну конечно же да, можно поглазить по сторонам, но лишь чуть-чуть. Повторюсь, мы уже на все красоты насмотрелись, картинки за окном нам давно-давно стали привычными. Пилотов учат следующему распределению внимания. До высоты, на которой имеет смысл переходить на преимущественно визуальное пилотирование, что для захода по ИЛС составляет примерно 200 футов, 60 метров. Три взгляда на приборы, один взгляд наружу. Три взгляда на приборы, один взгляд наружу. А ниже этой высоты, собственно, и примерно до начала выравнивать, то есть около 10 метров, три взгляда наружу, один на приборы. Ну а на выравнивании уже без вариантов. Смотришь на быстро приближающуюся земную твердь и соразмерно ее приближению тянешь штурвал на себя, устанавливая двигателем малый газ, безопасно приземляя тяжелый самолет, аккуратно исправляя воздействие бокового ветра, если требуется. Сперва ик, но раскрутил. Нет, конечно же, такое количество взглядов на приборы и наружу незаконно, но вот как-то так. Надо же чему-то учить новичков давать им, так сказать, точку опоры. В особо жестких условиях приходится до высоты принятия решения впиваться в приборы и лишь потом перед ней выглядывать наружу, чтобы установить визуальный контакт, дающий законное право снизиться ниже этой высоты и заход продолжить. Если же на ВПР визуальный контакт не установлен, то выполняется уход на второй круг. Более того, для особо жестких погодных условий некоторыми авиакомпаниями устанавливается следующая процедура. Пилотирующий пилот в принципе не отрывает взгляда от приборов, а контролирующий до достижения ВПР начинает выглядывать за окно. Либо он озвучит увиденные ориентиры, если он их увидел, либо не озвучит. Если первое, то пилотирующий заход продолжает и тоже начинает поглядывать наружу. Ну а если второе, то выполняет уход на второй круг, не отвлекаясь от приборов. А как же визуальный заход на посадку, автор? Замечу, что даже при выполнении истинно визуального захода, то есть такого, в котором пилот тяжелючего Боинга 747 по-дедовски целится на полосу посредством глазомера, нет никакого смысла постоянно пялиться в наземные ориентиры. Ведь выдерживание параметров полета еще ни один прокурор не отменил. Ту же приборную скорость, ту же вертикальную скорость, крены, опять же в зависимости от высоты, все это надо выдерживать в рамках. Поэтому разница с заходом по ЮС лишь в более частом бросании взглядов наружу из кабины. От того, что ты посмотришь наружу, ну а потом на несколько секунд вернешься в кабину, у полосы ноги не вырастут и она никуда не убежит. Субтитры создавал DimaTorzok Знаете, как пилотов за расшифровки порют? Не знаете? Ну и не знаете. Хотите узнать? Обладевайте профессией пилота гражданской авиации. У меня все. Спасибо за внимание. Летайте безопасно. Ну а на самом деле пилот не смотрит наружу потому, потому что он боится высоты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok